Всем привет! Я приветствую вас на канале Фома Киняев Блендер Уллс. И мы продолжаем с вами изучать прекрасный 3D пакет Блендер. И у нас по плану монтаж. Этот урок по заявкам у меня на канале уже есть, есть и на ютубе. Но хочется обновить, в связи с тем, что программа Блендер обновляется, хочется обновить и этот урок. Проехали? Итак, перед вами, когда вы только запускаете программу, перед вами сразу окно 3D сцены по умолчанию. Давайте выберем другую раскладку интерфейса и выбираем видео-эдитинг. Вот она монтажка. Итак, любой клип, небольшой, всегда начинается с какой-то композиции. С аудиокомпозиции, которая выкладывается, аудиодорожка, и уже по ней строится видеоряд. Давайте мы так сделаем. Добавим сюда наш саунд. Идем в папочку, монтаж. И вот здесь у меня два звука. Один такой эффект, я приготовил эффект, потом его добавим. А второй это вот пляж, как называется. Бич. Добавляем звуковую дорожку. Звуковая дорожка имеет 3554 кадра. То есть она расположилась на старких количествах кадров. Вот. А мы сделаем как? Ну, давайте пока сделаем так, по умолчанию, тоже 3554. Нажмем Enter. Теперь нажимаем. То есть мы сейчас, видите, я на таймлайне увеличил количество кадров. Теперь, чтобы наша дорожка, вот видите, она, если так посмотреть, она далеко-далеко куда-то уходит. Вот так, чтобы она здесь аккуратно собралась, вся, нажимаем, кнопочку Home. И все. И теперь мы видим вот наш, весь наш, наша дорожка. Какая рабочая, это, скажем так, верстак, куда будем выкладывать наш видеоряд. Нажимаем Play и слушаем. Ну, в общем, пляж. Я просто представляю пляж, хотя у меня там пляжов не будет. На моих кусочках будет самолет лететь, если там будет облака красивые, девушка, девочка точнее будет. В общем, все, что нашел для свободного использования. Ну, пока хватит. Так, теперь давайте нашу первую. Ну, если мы отправляемся в путешествие, судя по тем кусочкам видео, которое я выбрал, мы отправляемся в путешествие. Поэтому я начну там с чего? Давайте с полета на самолете. То есть мы купили билет, сели и улетаем. Добавляем. Теперь мы мочку нашу. Мочку. Вот сюда нажимаем, чтобы видеть уже. Вот такая будет девочка. Вот будет у нас поле красивое с травкой. Даже яхта. Ну, я сильно не разбираюсь в кораблях. В общем, корабль. Вот. Это самолет. Давайте начнем с самолета. Первый шаг – это полететь на самолет. Нажимаем добавить. И вот наш кусочек. Смотрите, чтобы с первого раза… Ну, с первого раза сразу будет, естественно, подтормаживание небольшое. Потому что нужно, как и в любой монтажке, нужно сделать… Забуферить, скажем так, да? Чтобы программа запомнила, обработала видео и запомнила его. Для потом последующего быстрого проигрывания. Вот. Поэтому мы здесь должны в плейбеке поставить Sequence Editor галочку. Когда поставим, проигрываем. Вот так. Ну, смотрите. Почти… Почти с… Подтормажем. Сейчас он дойдет до конца. Я просто вам продемонстрирую, и мы пойдем дальше. Все, самолет улетел. Ставим на паузу, возвращаем. Нажимаем снова play. 25 кадров. 25 кадров. Смотрите, мы здесь будем анимировать. Вот тут. Тут у нас будут ключи создаваться. Это у нас называется… Давайте сейчас напомню себе. Graph Editor. Graph Editor. Окно. Но нам понадобится еще одно окошечко. Давайте мы его здесь создадим. Аккуратно. Вот так. Здесь у нас будут настройки рендера и наши свойства. Properties. Вот тут 25 кадров по умолчанию стоит уже. Смотрите. Здесь у меня стоит вот в окно свиточек Output, где мы выбираем путь для сохранения файла. И формат. Мы вместо PNG давайте выберем… Ну, можете AVI выбрать. Что-то еще. Я обычно выбираю H264. А потом вот здесь, энкодинги вот тут. Я уже выбираю в пресетах AVI. Можно выбрать 264 тоже. А потом вместо 264 уже AVI. Потому что в пресетах нет AVI. В пресетах есть только кодек. И здесь аудиокодек тоже выбираем. Ну, я беру AAC. Вот этот кодек всегда. Все. Больше такого ничего сложного нет. Здесь, если поставить вот эту галочку, качество будет лучше. С меньшими потерями, но уже больше объем будет занимать ваш файл. Поэтому мы не будем ее ставить. Все. Пока с этими настройками больше к ним пока не возвращаемся. Ну, и путь потом, когда нужно. Давайте сразу выберем путь. Вот Project Montage. Нажму Acapt и все. Имя можно будет писать прямо здесь, если что. Сохраним нашу сцену. Вот у меня уже есть один проект. Давайте прямо поверх его сохраним. Ничего страшного. Здесь можно тоже нажать. Тут в любом окне. Для тех, кто только начинает изучать Blender. Расскажу, что кнопочка Home, чтобы позиционировать все, что у вас находится в окне, позиционировать его в размер этого окна, работает во всех окнах. На таймлайне работает. Вот, смотрите, Home. Видите, только что было ключа с нуля по 250 кадр. Теперь у нас уже с нуля по 3500, какой там, 3554. То же самое здесь. Нажимаем Home кнопочку и видите, у нас уже. Видим мы ближе. Может здесь включить прокси, если совсем тормозит. Если у вас компьютер не очень мощный. Вот тут есть у нас... Сейчас. Вот есть. Прокси рендер. Выбираем. Можно выбрать 50% или 25%. Качество ухудшится, но зато будет легче обрабатывать процессору все эти данные. Оперативная память. Ну давайте. Прокси сайт 25. Включаем назад. Музычка у нас есть. Взлетает. Взлетает наш... Давайте, вот он будет взлетать. И где-то здесь... Смотрите, что я хочу сделать. Я сейчас добавлю футажик с облаками. И постепенно или будет проявляться облака поверх этого слоя, и пойдут дальше облака. Ну как будто мы улетели в небо, знаете. Вот. Или этот слой у нас начнет терять прозрачность... Вернее, появляться у него будет прозрачность. Потом совсем он уйдет на нет, и под ним появится небо. Ну скорее всего, наверное, мы кинем слой сверху неба. Почему? Потому что этот небо у нас короче футаж. А здесь очень длинный вот этот взлет. И где-то в этом месте уже можно кинуть небо. Да? Давайте попробуем. Добавляем. Нажимаем снова Add. И добавить... А, я говорил про эту вещь? Нет. Да, говорил. Все. Эту галочку я проверил, она у меня включена. Я вам уже рассказывал. Добавляем на нашу молочку еще одну. Выбираем, что у нас тут есть. Вот наше небо. Добавить небо. Так. Ну небо сразу же по умолчанию прыгнуло на первый кадр. Смотрите. Немножечко информации полезны. Здесь у нас, вот, вы видите номер, такой, скажем так, как полочки на вашей дорожке, да? Где ваши все футажи лежат. И все ваши полосочки. Как они называются? Они называются стрипы. Сейчас, извините, чтобы не звучала очень группа. В общем, есть каналы. А, да, вот. Стрип. Стрип. Вот это вот все, это стрип. И они имеют свой канал. Каналы, как слои, идут верхние, выше, выше и выше. Вернее, нижний, выше и выше. Вот. Ну, звук. Звук обычно кладется где-то на самый нижний канал, на самый нижний слой. Вот. А все остальное выше. Давайте сейчас немножечко передвинем. Смотрите, сейчас я выделяю и начинаю убирать наше небо. Давайте, где-то вот в этом месте, где он начинает уже отрываться от земли, можно добавить небо. Мы добавляем небо. Если неудобно и не можете точно пододвинуть, вы можете вот сюда обратиться. Вот здесь есть Length, а здесь есть начальный кадр. На каком кадре начинается, хочу еще сказать, какой вот вы стрип выбрали, настройки того стрипа здесь и видны. Давайте выберем вот этот верхний. И здесь начальный кадр немножко передвинем. О! То есть, видите, следующий кадр я почти угадал. Все, вот начинается наше небо. Но если оно так резко появится, да, то это будет не очень хорошо. Поэтому давайте мы вот на этом кадре... Можно взять его сейчас, сделать немножечко прозрачным. Смотрите, это сделается вот тут. И посмотреть, где... Где? Ага, я сильно сделал прозрачность. Не вижу, подождите. Вот так будет это, да? Да, 0,5. Вот так начнется у нас, но не сразу. Да, не сразу. Не сразу. Где-то вот здесь, вот на этом кадре, уже будет 0,5. Здесь будет 0. То есть, здесь полная прозрачность. Здесь 0,5. Потом это будет продолжаться некоторое время. Самолет улетел. Можно добавить полную прозрачность на этом этапе. Посмотреть немножко на небо. И перейти на другой кадр. Ну, перейти совсем на другой стрип. Мы добавим новое видео. Давайте так. Поэтому где-то вот тут, где-то вот тут, я создаю ключ. Нажимаю клавишу И. Нажал. Да, курсор должен находиться обязательно напротив того параметра, который вы хотите аниметра. Просто наводите курсор, нажимаете клавишу И. И ищем, где у нас наш ключик. Вот он. Удерживаю Alt. Ну, я работаю планшетом. У меня немножко другие горячие клавиши. Если вы мышкой работаете, то удерживаете среднюю клавишу мыши. То есть, колесико. Нажимаете ULK-кнопочку и двигаете. А это просто крутите колесико. Вот я приближаю. Вот у меня уже ключик. Давайте я подвигаю. Ключик готов. Теперь я в этом месте, на начале нашего стрипа, нашего неба, я делаю стопроцентную прозрачность и снова нажимаю ключ. Нужно же создать. И вот смотрите, у меня здесь появился сразу ключик. То есть, регулируя, как я показывал в другом уроке, регулируя вот эти вот вещи, вы можете добиться какого-то плавного перехода, резкого перехода. То есть, видоизменять вашу анимацию. Я ничего делать не буду. Здесь меня это устраивает. Тут должна быть плавность, которая сразу есть по умолчанию. Так, вот смотрим, перемещаем, небо появилось аккуратно и все, оно такое полупрозрачное. Здесь уже, вот как только самолет исчез, можно в этом месте добавить ключ, от которого будет идти счет. Но, от которого будет начинаться анимация, которая будет идти от 0.5 прозрачности до 100% видимости. Поэтому я добавил ключик. Добавил, давайте еще раз проверю. Нет, я не добавил. Вот он ключ есть. Вот он ключ. Вот это можно пока настройки чуть-чуть в стороночку, чтобы не мешали нам. Ключ я добавил, теперь я перемещаю. Ну, где-то я на глазок делаю, просто уже, знаете, есть такое чувство ритма. Вы, конечно же, если вы начинающий еще монтажер, то вы можете проигрывать, смотреть, включать музычку и так далее. Ну, под музычку я здесь не подстраиваюсь. Музычка такая монотонная, приятная. Я ориентируюсь по видео. И теперь я в этом месте делаю стопроцентную видимость. Нажимаю И. И вот, что у меня происходит. Видите? Так. Можно посмотреть, что получилось. Давайте нажмем Play. И подождем. Музыка всегда проигрывается без тормозов. То есть, с той же скоростью, с которой она звучит в Play. Поэтому, если у вас уже подтормаживает видео, да, то музыка всегда будет обгонять. Обгонять, пока видео не войдет в память. Память обнимена. Ну, все. Ну, здесь немного неба еще, давайте. На прозрачностях обычно. Ну, как всегда, как в любой другой программе, например, как и в любой другой программе, например, After Effects, Adobe Premiere или Final Cut. Естественно, надо, ну, чем больше каких-то эффектов, тем сложнее процессору просчитывать. Поэтому, вот только мы переход вот этот прошли, сразу одно небо, он быстрее, естественно. Загружает память. Давайте теперь назад. Нажимаем Play. Ну, вот, смотрим, 25 кадров. Поднимается наш самолет. Вот, появилось небо, видите? Да, начало такое, как будто... Давайте еще раз. Может, даже я чуть неправильно сделал. Сейчас посмотрим. Стоит такое впечатление, что откуда-то, откуда-то пошел клубы пара, да? Может, даже кому-то так и интереснее. Нет, видно, что это небо. Нормально, да, и вот полетел. Летим, летим, летим. А, здесь... Я просто здесь дальше не проигрывал. Давайте отрежем, наверное, кусочек. Зачем нам... Зачем нам все это небо? Ну, небо красиво и красиво. Ну, потом еще где-нибудь его наложим. Смотрите, как резать. Выбираете наш стрип, нашу дорожечку, нажимаете Key. И он сразу вот отрезает. Отрезает. Икс. И удаляем лишнее. Нам оно не пригодится. Можно было бы его оставить, убрать на другой слой или скрыть, но нам оно не нужно. Вот. У нас плавно после неба сейчас кадр перейдет в другой. Вот. Я сейчас еще подумаю. Давайте я сохраню сцену. И теперь добавляем новую, новую видеоинформацию. Молочка. Что выберем? Мы пока еще летим, правильно? Мы летим, летим, летим. Давайте покажем еще какой-то один вид транспорта. Ну, то есть мы путешествуем. Мы можем лететь, видеть небо. Потом мы можем плыть на корабле. Потом дойдем, наверное, до природы, да? Выбираем наш корабль. Корабль тоже небольшой кусочек. И вот плавно раз. И мы перешли уже на наш корабль. Вот сколько протянем его. Это получается, вот здесь пишет он 20 секунд, да? Или он кадры показывает? Нет, секунды. Секунды, как вот этот флажок настроить. Смотрите, вот здесь есть view у вас. И здесь есть показывать offset, показывать вот индикатор секунд и показывать секунды. Здесь сейчас кадры. Кадр у нас есть и здесь, поэтому здесь нет смысла показывать кадры. Но когда они нужны, вы можете, конечно же, и пользоваться. Я нажму view, выбираю показывать секунды. У меня превращается здесь в секунды. Плюс на индикаторе тоже полезно. Вернее, на бегунке вот этом, да? На таймлайне или как? На линии сканирования, будем так говорить, времени. Мы тоже полезно видеть вот это время или секунды. Поэтому галочку заставим, вот мы видим, да? 20 секунд. 20 секунд. За флажок можно перетаскивать. Или нет? Нет, за флажок нельзя перетаскивать. То есть вот так вот просто за линию. Это он просто не успел. Мы дергаем, видите? Он просто не успел обновить информацию. И не пугайтесь, если у вас пропадает так вот видео. Ну, давайте вот так проплывем немножечко на яхте. Вот до конца она дойдет. А, ну, туда, в принципе, все. Тут тоже, видите, как мастерски отрезан тот флажок. Флажок, смотрите. Начинается все. Корабль начинает от одного части кадра плыть, да? И как только он подходит к концу экрана или кадра, сразу же флажок заканчивается. То есть нас это вполне устраивает. Здесь у нас нету пробельчиков. Нету. Небо сразу плавно переходит. Все, идемте дальше. Выбираете, смотрите, по умолчанию, когда вы добавляете новое видео или аудиодорожку, ну, все что угодно, то по умолчанию там вообще-то можно выставлять. Вот давайте я покажу, где выставлять. Movie. Вот здесь выставлять. С какого кадра? Тут он сразу написал с кадра, с того, где мы оставили наш бегунок, нашу линию сканирования времени. Вот. И на каком канале? Если вы запомнили, на каком канале у вас было видео, вот, если четвертый, можете сразу выставить нужный канал. Вот. Ну, я обычно делаю сюда, ставлю на конец. Ходить по кадрам можно стрелочками, лево-право. Один раз кликнули стрелочку и перешли на кадр. Вот я сейчас иду, 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 и теперь я перехожу на кадр, где у меня, да, пусть один кадр остается. Можно сюда. Да, да, еще, смотрите, если вы сейчас, если вы перед тем, как импортировать или загрузить какой-то стрип, будем так говорить, дорожечку, если вы выбрали вот этот стрип с канала 2, со второго канала, то новый стрип появится на следующем канале, на верхнем. Поэтому, если вы случайно выбрали вот это, например, и находитесь где-то здесь, то он может закинуть ваш новый стрип куда-то сюда. Или подтолкнет его, или как-то. Вот, то есть он сюда не прыгнет. Поэтому вам нужно выбрать вот этот стрип, чтобы он тогда, тогда новый стрип появится на четвертом канале. Ну, так как у нас здесь пустота, обратите внимание, на третьем канале нет ничего, то мы можем смело при вот выбранном этом стрипе загружать новый. Добавляем. А, да, давайте бегуночки я снова отодведу сюда. И добавляем новую мовочку. Давайте просмотрим, что у нас будет. Ну, то ли мы приземлились, то ли мы летим еще над полями. Ну, в общем, мне хочется поля показать. Давайте нажмем. А может быть, знаете, мы плывем на корабле и вспоминаем, какие красивые у нас степи. Ну, это я вспоминаю. Если я буду путешествовать, так я сам из Украины, из Донбасса, то я буду представлять степи. Что я люблю степи. Это моя родина. Давайте я плыву на корабле и вспоминаю стиль. Выбираем вот эту мовочку. И вот какие красивые здесь степи. Ну, может быть, это не совсем степи. Футажи я скачал на каком-то европейском сайте или, не знаю, каком-то американском, в общем, заграничном, будем так говорить. Скорее всего, это что-то такое. Но очень похоже на мой родин. Поэтому вот здесь посмотрим. Ну, все нормально. Вот, переходим на ней. Переходим на наш... Здесь камера немножко движется. У меня есть картиночка одна. Ее можно добавить. Давайте я сохранюсь. И покажу, каким образом можно... Или нет, смотрите. Это же степь. Это степь, которую я вспоминаю. А значит, это прошлое. Давайте добавим такого окраса. Я специально подготовил один футажик. Мы его помещаем сверху. Выбираем ему способ наложения. Вот тут есть способы наложения. Сейчас покажу. И наша полянка приобретет совсем другой вид нашей степи. Давайте... Можно прямо где-то посредине. Можно вот на начале. Добавляем еще один футажик. Называется он Real 8 мм Film. Пленка такая. Эффект старой пленки. Да, это уже популярный. Это, по-моему, я у Эндрю Крамера взял на сайте. Так у меня и осталось. У него есть урок по After Effects. И вот там я его брал. Добавляем. Ага, видите, куда он прыгнул? Не туда. Ну, ничего страшного. Если у вас так произошло, вы берете вот так вот правой кнопочкой. Тащите, удерживая. Хотя можете нажать один раз и уже не удерживать. И вот так вот ставим. Давайте проверим. Этот на каком начинается? Начинается на 733. Выбираем этот. Этот начинается на 737. Значит, его можно еще вот так вот немножечко подвинуть до 33 кадра. Все. Теперь они начинаются в одном месте. В одном месте. Но обратите внимание, что мы видим. У нас пленка перекрывает наш нижний слой. Что нужно делать, чтобы этого избежать? Выбираете нашу пленочку и ей способ, как в фотошопе, если кто знает, способ там или в гимпе, наложение, режим смешивания, вот здесь есть blend, да, смешивание, у нас меняем на какой? Меняем на мультиплай. А вот смотрите, что получается. Видите, так. И вот я тут мечтаю, вспоминаю. Она слишком, наверное, такая жесткая, да, контраст такой, грубоватый, срезкий переход. Поэтому я думаю сделать так. Я сейчас возьму и прозрачность немножечко уменьшу, да. Пожалуйста, не сильно. Сильно тоже нельзя. А давайте попробуем какой-нибудь другой. Что у нас еще есть? Добавить. Некрасиво, да. Substract. Вообще страшно что-то. Alpha Under нам не поможет. Alpha Over тоже. Я сейчас покажу кое-что другое, что будет хорошо смотреться с Alpha Over. И Drop тоже. Это не поможет. В общем, выбираем тогда Multiply и небольшую прозрачность. Я тут вот так и возьму. Хотя, знаете, еще можно яркость. Взять, яркость убрать. Смотрите. Потому что, когда начинаем делать прозрачность, то вот тут выявляется у нас нижний слой. Это уже не очень хорошо. Мы возьмем, вот тут есть у нас цветокоррекция. Что у нас тут есть сразу по умолчанию. Тут можно добавить модификатор. А можно вот у нас есть Saturation и Multiply. Если мы его уберем. Нет. Это плохо. Ставим один, как и было. А здесь добавим вот. Добавить Strip Modificator. Добавить модификатор нашей дорожки. Нажимаем добавить модификатор. И выбираем Color Balance. Есть кривые. Тут Brightness и Контраст. Но яркость и Контраст. Давайте попробуем кривые, что ли. Там можно, в принципе, и Брайтность и Контраст. Вот у нас есть Brightness и Контраст. Давайте яркость будем уменьшать. Лучше увеличивать. Да, видите, он, получается, он уже связан, как бы сказать, как бы впитался с нижним, со стрипом. И уменьшая яркость, он делается темнее, увеличивая яркость. Видите, наш и этот тоже увеличивается. А нет, вот, вот можно, если сильно увеличить, смотрите. Но тоже прозрачность слегка теряется. Ну, давайте так, чтобы просто вы познакомились с нашим модификатором. Это уже польза. Ну, давайте, пускай будет 14. Все, и так и оставим. Вот, и смотрим теперь, да. Та-дам, та-дам, та-дам. Здесь, получается, что уже обрывается наша пленочка. В принципе, достаточно нам воспоминаний, я думаю. Давайте теперь дойдем до конца. Вот тут доведу я, и теперь я аккуратненько по кадрам, лево-право стрелочки, я буду идти. Ага, вот тут заканчивается. Я отрежу и вот этот. Кей нажимаю. И отрезаю. Икс. И удаляю совсем. Угу. Тут тоже надо, да? А если так? Ладно, это не будет заметно. Ну, хорошо. Возможно, я был неправ, как говорится. Так, сейчас. Все. Смотрите, тогда мы делаем так. Идем, идем, идем. Вот как только появляется, мы уходим на один кадр. То есть, видите, я сейчас нахожусь на том кадре, на последнем кадре нашей пленки, нашего верхнего слоя. Перехожу я на другой слой и начинаю отрезать. Выбираю нижний, нажимаю Кей. И отрезаем. И отрезаем. Так. Это потом. Это я просто попробовал. Все. Есть. Немножечко повспоминали, повспоминали. Степи. Ну, наверное, мы уже приплыли, да? Давайте нажмем сюда. Нажмем вот так. В принципе, я могу выбрать и вот эту дорожку, и даже вот эту могу выбрать. Сейчас у меня появится новый слой где-то здесь. А почему бы нет? Почему бы не на втором канале? Потому что здесь-то уже места нет. Вернее, места уже не занято, да? Добавляем. Выбираю я нижний. И добавляю. Еще раз повторюсь, что если выбираете вы первый канал, стрип, то новый стрип, который вы загружаете, появляется на следующем канале. А нам нужен второй. Добавляем. Выбираем булочку. И здесь. Куда-то мы приехали, да? Давайте мы приехали сюда. Например, я приехал на красивом красном автомобиле. Сейчас вы увидите этот автомобиль. Я приехал, а там моя дочка. Ну, в следующий раз сниму дочку. А пока погода будет красивая, я сниму дочь, покажу. А пока я выбираю вот такую девочку. Давайте вначале выберем автомобиль. Приехал я на автомобиле. Так, есть. И вот мы приехали, да? Вот один автомобиль, второй вот там. Вот не я, там, может быть, может быть, семья. Давайте так вот сюда дойдем. И как только будет второй автомобиль появляться, я его оставлю. Вернее, я отрежу. Где тут, подождите. Вот, уже появляется автомобиль. Вот так. Опять отрезаю. Нажимаю ОК. Нажимаю Х. Все. Вот у меня видео. Я подъехал. И здесь я сохраняюсь. Можно сделать вот тут. Вот тут. Я могу сейчас еще... Я подготовил одну картиночку PNG. Я покажу как... Сразу покажу еще другой способ смешивания. Такой как... Вот не кросс, а альфа-овер или овэ-дроп. Они очень похожи между собой. Давайте я нажму сейчас добавить. И выбираю уже не мувочку, а имидж. У меня одна картиночка есть. Это PNG. Прозрачная. Куда она делась? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Папочки так ее. Ага, вот она есть. Скорее всего, я опять выбрал мув. Я не заметил. Давайте еще раз добавить. Вот, имидж выбираю. А, вот она одна всего лишь у нас. Мои папочки. Вот она, Green Draw. Смотрите, такой. То есть, зеленый путь такой. Давайте я вот так растяну. Смотрите, берем. Можно выбрать. Сейчас покажу. Вот мы так вот... Можно приблизить, если вам неудобно. Колесиком, да? И вот так потащить правой кнопочкой за вот эту вот вещь. И мы удлиняем наш стрип. Это один вариант. А второй вариант в настройке. И здесь есть начальный кадр и есть длина общая. Эту общую длину вы просто вот так увеличиваете. Увеличиваете вот сюда. Можно ее сейчас пододвинуть. Или пусть она появится. Давайте я сейчас ее санимирую. Ну, где-то вот тут, получается, автомобиль промелькнул. Промелькнул. Потом давайте я сейчас уберу. И вот тут Green Draw. Чуть-чуть вот начинает летать сюда. Теперь я его помещаю сюда, чтобы знать, что вот он появился. Нет, еще не появился. Давайте я вот тут начальный кадр. Вот появился. Видите, мы видим, да, что это, мы видим альфу, но он еще не лег на наш нижний слой. Мы его еще не уложили. И специальным способом смешивания. Давайте мы его выберем здесь. Здесь выбираем не Cross, а выбираем Alpha Over. Подойдет. Также подойдет Over Drop. Вот. И вот Green Draw у нас появилась. Ну, появляется быстро. Можно... Я, наверное, девочку ту вешку не буду сюда добавлять. Она тут как-то, как говорят, ни к селу, ни к городу. Пускай все. Вот мы закончили наше путешествие. Я думаю, что вот тут мы и закончим. Единственное, что надпись можно санимировать, чтобы она, например, приехала вот так вот со стороны, да, заехала сюда. Смотрите. Это я показал. Да, давайте вот здесь. Где у нас заканчивается слайд? Вот тут, да. Будет конец. Возможно, на нашего... Вот получается, на каком кадре мы находимся? Здесь вот мы смотрим. Видите? Три единицы ноль, да? То есть, 1110 кадр. Я вот беру End и повторяю эту же цифру. Три единицы ноль. Все. Я вот отрезал. Теперь я могу нажать Home. Нет, не Home. Точку нажать. Home, да. Home. В чем проблема? Видите, он показывает мне немножечко не то, что я хочу. Почему? Потому что у меня сюда еще моя озвучка, звук мой, выходит вот сюда вот, дальше идет. А когда вы нажимаете Home, то он выравнивает вашу рабочую область, ну, неважно в каком окне, относительно всех объектов, которые находятся здесь. Так же, как и 3D объект и так далее. Поэтому мне нужно лишнее отрезать. Я нажимаю ОК, удаляю музычку. Ничего страшного. Она такая монотонная, аккуратная, без резких каких-то переходов, взлетов. И нажимаю снова Home. И вот теперь у меня, видите, все выстроилось. И здесь тоже можно назвать нажать Home. Вот так. И все. Вот наш монтаж. Вот так, вот так, вот так. Ну, смотрите. Можно, конечно, сюда добавить, да, давайте я тут уже отрежу. Прыгаю на последний кадр. Вот так. Нажимаю ОК, выделив этот стрит. Нажимаю. Или, знаете, чтобы на последнем кадре случайно не пропало. А вообще это нормально. Все. Да, пропадет. Пропадет. Давайте мы чуть-чуть увеличим длину. Снова. То есть, видите, я только что отрезал, а потом нажал старт. Длину на один кадр увеличил, просто вот сюда нажал, нажал на вилочку и все. Он опять у меня стал. Вот так появляется у нас Green Road. Вы можете эту надпись анимировать, эту картинку. Добавить ей, например, слой Transform, да. Смотрите, добавить. И выбираем. У нас есть Effect Street, да. И здесь выбираем Transform. Можно выбрать Glow. Ну, я не хочу, я не вижу, зачем здесь нужно Glow. Тем более, вот тут уже есть по умолчанию обводочка. Вы можете просто потом попробовать этот стрит. Вот Effect Street. Давайте его добавим. Мы добавим, где он тут, я уже говорил. Transform. Вот наш Transform. Почему так произошло? Видите, опять пропал нижний слой вот этот. Потому что трансформу, этому стрипу Transform тоже нужно поставить смешивание. Или Alpha Over, или Overdraw. Все. Они должны быть оба. Иметь специальное смешивание, чтобы нижний фон, нижний слой был прозрачный. Так. Убираем наш Transform. И можно здесь у нас уже есть настройки. Position. Видите? И по Y. Давайте 0. 0 я беру назад, я просто показал. Здесь у нас еще есть Scale. Смотрите, есть Uniform Scale. То есть, это сразу по двум осям. Вот мы один параметр и вот так. Опа. И вылечим. Он может вот так вот сюда появиться. Но плавно, да? А может быстро. Шоу. И мы приехали. Надо послушать музыку, конечно. Но мне сейчас нет времени тратить на то, чтобы сейчас в память загрузить всю вот эту информацию. Подождать я не хочу, я просто уже вот так интуитивно могу сработать. Сделать анимацию. Давайте мы... Как оно будет? На промолчание слишком большое, правда? Давайте вот так, да? Green Road это 0.8. 0.8 это у нас будет конечный размер. Где-то вот тут он увеличится, да? Вот так машина когда у нас выезжает. Нажимаю я здесь. Нажимаю я здесь. Ключ. Ключ. Давайте посмотрим. Я уже потерял, где у нас он тут. Вот он. Давайте на него прыгнем. Вот эта вилочка. Этой мы уйдем на сам последний кадр. А вот этой мы прыгнем на ключ. То есть вот эти вот перемоточка означает прыжок на ключ. По ключам, когда они уже появляются. Так. И где-то вот в этом месте, как только начинает... Машина поворачивать. Да ну пускай здесь. Мы сделаем на 0. 0. И нажмем И. Все. Ключи мы создали. Создали, простите. И теперь смотрим. Опа. Вот так. Единственное можно... Знаете, что сделать? А что-то позиция по... Давайте вот так чуть поднимем. Потому что оно... Пусть оно чуть выше. Да. На восьмерочке. 8 с половиной или 8. Все. Вот оно надпись. Нажимаем сохранить нашу сцену. И можно рендерить. Можно рендерить, можно ждать. Пока оно отрендерится. Да, давайте покажу, как отрендерить. Это последний кадр. Вот так у нас останется. Вот у нас уже есть путь. Мы уже с вами в начале урока выбрали. Все наши форматы. Все наши кодеки. Папочку я тоже выбрал уже. Скорость составляем 25 пускай будет. Разрешение 1920 на 1800. И все. Нажимаем только не рендер, а анимацию. Нажмите если рендер кнопочку, то он у вас отчитает один кадр. А вам нужно нажать анимацию. Нажимаете анимацию. И ждем. И вот он начинает считать. Будет считать. Будет считать. Ну я ждать не буду. Я потом на монтаже добавлю вам и покажу. Или в начале покажу, что у нас получилось. Или в конце. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, ставьте лайки. Блендер рулит. Всего доброго.